Огромный дом, написано Аделаида, частные территории, нет входа, длинный, огромный дом, что за дом, не знаю, но не похоже, чтобы это были квартиры. Вообще, конечно, столько много здесь разного такого, о котором я понятия не имею. А может быть даже и какой-то дом для людей over sixty, не знаю. Ну вот я спросила здесь у приезжих, что это за дом. Мне сказали, что это вот этот дом престарелых, вот такой. Ну да, типа хосписа даже вот сказала женщина, что те, кто после госпиталя восстанавливаются или уже просто доживают, ничего себе. Вот такое красивое огромное здание, но что-то не очень весело тем, кто сюда попал. Вот, а я, конечно, не знаю этого ничего. Пока сам ножками не пройдёшь, пока не спросишь, то и не узнаешь, конечно же. Вот такая здесь красиво сделанная вручную картинка. Видите? Это значит спасибо персоналу Аделаиды за ФЛАД-2, в котором, вероятно, человек восстанавливался и какое-то время находился. Ну и вот в связи с тем, что я уже сюда зашла, не знала, что здесь вот такой хоспис. Так вот, тоже спрашивают у меня, вы говорите, что здесь уважительное отношение к пожилым людям, а вот, тем не менее, их сдают в дома престарелых. Хочу сказать. Единственное, что, конечно, неправильно говорят, что сдают. Ну что такое сдают? Почему сдают-то вдруг? Люди чаще всего, когда уже совсем в таком возрасте, когда не могут уже ухаживать за собой сами, и когда либо теряют своего партнёра, и уже 80+, и люди, которые всю жизнь прожили отдельно от своих детей. Дети же здесь уезжают, как вы знаете, в 18 лет, только получают какой-то аттестат, закачивают школу и сразу переезжают на съёмное жильё. Здесь так заведено. Вот так живут европейцы. Хорошо это или плохо? Здесь, я не знаю, но они так привыкли. Поэтому говорить о том, что кто-то сдаёт своих престарелых родителей в дом престарелых, это неверно. Родители чаще всего сами туда уходят, почитают. Наверное, никого не напрягать. И дети приезжают довольно часто. И как-то всё это без проблем. И за ними надлежащий хороший уход. И никто здесь не в обиде. И вот, понимаете ли, говорить о том, что кто-то кого-то сдал, нет. Много было таких, у которых и дети живут неподалёку. И тем не менее, они предпочитают не идти к детям, понимаете, усложнять жизнь детей, усложнять и себе тоже жизнь, зачем. А вот там за ними надлежащий уход. За, конечно, хорошую плату. И всем хорошо. И те же медсёстры, нянечки, они настроены очень хорошо ко всем этим пожилым людям. Тут уже кому как больше нравится. Вот кто-то говорит, что там маму свою к себе хотел забрать. Она не поехала из деревни. Да, понимаете, не едут люди доживать куда-то в чужое место. Они предпочитают у себя лучше в деревне, в своём домике, как они привыкли. Очень сложный вопрос. Как лучше, как хуже. Я уже много слышала тоже того, что дети, которые берут своих родителей к себе на досмотр, как вы говорите, доживать, да, они потом начинают проклинать всё на свете и проклинать тот день, когда они взяли к себе свою маму или отца, досматривать, что уже сил нет. И очень трудно на самом деле досматривать стариков. Старики бывают проблемные уже. Так что здесь каждый выбирает для себя. И никто не знает, что его ждёт в будущем. А лучше всего, конечно, умереть в добром здравии. Я имею в виду, что, не дай бог, не лишиться уже разума, памяти. И не быть в тягость, как бывает, люди после инсульта лежат годами. У моей знакомой, я знаю, вот мать, инсульт получила. И 7 лет она за ней ухаживала. Та была лежачая, совершенно бездвиженная. И даже толком и разговаривать-то не могла. Но вот 7 лет лежала, и она за ней ухаживала, смотрела и досматривала, так скажем. И уже в конце она, конечно, никогда не жаловалась. Но понятно было, насколько ей это трудно. Она чужих людей приглашала, платила деньги, чтобы смотрели, пока она на работе. Ну и вообще, понимаете, это очень-очень трудно. Поэтому у каждого свой взгляд на эту проблему по поводу престарелых родителей. Но хочу я ещё раз вернуться именно вот к законам английским, к привычкам английским. Потому что у меня очень многие спрашивают об этом. Значит, этот вопрос интересен, и я об этом рассказываю снова. Ну и, конечно, прежде всего, нужно отметить то, что дома престарелых бывают совершенно разные в Великобритании. В зависимости от той оплаты, которая за содержание здесь требуется. Вообще, оплата эта, надо заметить, Последние два года, говорят, возросла более чем в два раза. Ну и, конечно же, никакие пенсии и зарплаты так быстро не растут. И поэтому вот сейчас уже говорят, что для того, чтобы попасть в хороший дом престарелых в Англии, нужно работать всю жизнь, и не факт, что ещё вам хватит денег на достойное доживание в хороших домах престарелых. Так вот, средняя стоимость проживания в доме престарелых сегодня это 2,5 тысячи фунтов в месяц, или до 30 тысяч фунтов в год. Вот так говорит статистика. Ну, умножайте на 100. У меня спрашивают опять многие перевести на русские деньги. Один фунт это 100 рублей по курсу на сегодняшний день. Поэтому получается, что 250 тысяч рублей в месяц оплата за средний дом престарелых. Но бывает и выше, бывает 5 или 6 тысяч фунтов в месяц. Вы должны заплатить 500-600 тысяч рублей. То есть больше полумиллиона. Естественно, что никаких тут пенсий не хватит, потому что средняя пенсия, минимальная пенсия английского пенсионера на сегодняшний день это 750-900 фунтов в месяц. Ну и, конечно же, за такие деньги старикам там предоставляется очень хороший уход и содержание. Там старики живут не просто в каких-то одноместных палатах, а каждому из них предоставляется как бы однокомнатная квартира со своей спальней, гостиной, ванной комнатой и даже кухней. Помимо этого, к каждому пенсионеру представлена своя патронажная сестра, которая за ним наблюдает, следит. Также у них есть на территории хороших дорогих домов престарелых парки, в которых они могут гулять. У них есть, конечно же, все приспособления для людей с ограниченными возможностями. Есть такие даже маленькие автоматические прогулочные колясочки. Они похожи, как на детские машинки, очень тоже распространены. И можно ездить на таких колясочках прекрасно по парку гулять. Если человек и еще на своих ногах, то тут есть и гольф-клубы у них, совместные какие-то игры проводятся. Они встречаются и даже бывают какие-то вечера, танцы. То есть очень-очень хорошее содержание. Но за это содержание, естественно, и оплата крайне высока. Стоматолог, массажист. И есть даже такой специальный работник социальный, похожий на такое, знаете, психологическое какое-то сопровождение людей одиноких. С ними проводятся беседы. То есть, конечно же, это очень и очень хорошо все. Но, друзья, я рассказываю вам о самых дорогих домах престарелых. Конечно же, вы понимаете, что все зависит от оплаты. И бывают такие очень дешевые дома престарелых, где уже уровень содержания намного ниже. Можете посмотреть, сейчас будет вам в правом углу, как обычно, видео, в котором я показывала один из домов престарелых, очень-очень среднего уровня. То есть получается, что не все могут себе позволить прекрасные условия и уход, и досмотр в старости. Потому что, если стоимость содержания в месяц превышает в два раза пенсию англичанина, то, конечно же, немногие могут себе это позволить. И тогда передают свою недвижимость, свои дома и свои все накопления именно за оплату содержания в доме. И еще на несколько нюансов я хотела бы обратить ваше внимание. Здесь не все так просто. Ну, во-первых, хочу сказать о том, что очень сложно бывает попасть в хороший дом престарелых, пользующийся популярностью, который имеет высокий рейтинг по шкале цена-качество. Все об этом сразу же знают. И вот в такие вот дома престарелых бывает очередь до года и даже больше. Нужно ждать, чтобы попасть туда. Ну и потом, все-таки, понимаете, обычно в дом престарелых уже попадает человек, который сам за собой ухаживать не может. Чаще всего даже просто лежачий, вот как я вам рассказывала, больной после инсульта человек. Так вот, вы знаете, здесь есть такая интересная довольно история. Вот у нас, например, если старик после инсульта выписывается из больницы на восстановление, на реабилитацию, то чаще всего, по-моему, в 99% этого старика просто забирают родственники домой и вот за ним, значит, досматривают как могут, ухаживают как могут, предоставляют ему какой-то уход. По английским же законам родственники здесь вообще не имеют права голоса, не имеют возможности решать, куда они хотят забрать этого человека лежачего. Забрать себе домой или поместить в какой-то вот такой вот реабилитационный центр для восстановления. Здесь, в Англии, собирается специальная врачебная комиссия, консилиум так называемый, приглашают родственников и решают, все высказываются свои пожелания, зачитывают медицинскую карту этого человека, какое у него состояние на сегодняшний момент и выносят решение уже официальное, можно ли этого человека забрать домой, либо же его необходимо поместить в специальный вот такой реабилитационный центр, чтобы за ним там надлежащий уход осуществлялся. Ну вот по моим, например, наблюдениям, насколько я знаю, отправлять человека домой к родственникам, здесь такого практически не бывает. Это очень-очень редкие случаи, если человек себя чувствует нормально после инсульта, допустим, или после какой-то серьезной операции. Он себя чувствует нормально и все согласны, тогда его разрешают забрать домой родственникам, но опять же приходит каждую неделю и проверяет специальный работник социальный медицинский. И он постоянно должен писать отчеты о том, как правильно или неправильно ухаживают за вот этим вот лежачим престарелым больным. Если какие-то вдруг он увидит недочеты или неправильное содержание человека, то его тут же забирают у родственников и переводят в дом престарелых, где, как они полагают, за ним будет осуществляться более качественный и хороший уход. Но здесь еще интересная история, понимаете, что несмотря на то, что решают это все-таки социальные службы, оплату производят сами родственники престарелого человека, либо же оплату производит он сам из своих, опять же, накоплений, как мы с вами и говорили. И это бывает очень и очень дорого и накладно. И не всегда у семьи бывают средства, чтобы человека держать вот в таких вот дорогостоящих домах престарелых. Но, вы знаете, у них другого выхода нет. И даже если бы они хотели забрать этого человека, что гораздо дешевле бы им обошлось досматривать дома, такого им не позволят. Я вот помню, как-то рассказывала про то, как после инсульта я ходила к своему мужу в дом престарелых, там его кормила, каждый день смотрела, наблюдала за ним. И мне тут многие поставили опять в упрек, поставили в вину, что вот я такая бессовестная, значит, вот сдала своего мужа в дом престарелых. Так вот, там была как раз такая история, что после медицинского консилиума было решено, что он очень тяжелый, больной, и ему надлежит только получать уход в доме престарелых. Уже от моего желания здесь ничего не зависело. И, кстати, я вам никогда не рассказывала, что там дальше произошло. Так как мой муж написал завещание, и он указал основную исполнительницу по завещанию свою дочь Джудит, вот она как раз все эти вещи и осуществляла. И когда после больницы на острове Уайт мужа перевели в дом престарелых, здесь же на острове Уайт, в течение, по-моему, двух месяцев, он находился здесь неподалеку, на Вутонбридж, в очень хорошем доме престарелых, но там надо было платить две с половиной тысячи фунтов в месяц. И вы знаете, Джудит очень расстраивалась по поводу того, что вот приходится ей платить эти деньги. Хотя она, как вы понимаете, платила эти деньги не из своих, а из накоплений именно моего мужа. Но тут вы же понимаете, что она была основной наследницей, и все деньги после его смерти переходили ей, поэтому она уже считала их как свои. И поэтому она очень расстраивалась. И мне звонила и говорила, что нужно найти какой-то более дешевый дом престарелых. Я сейчас буду смотреть здесь у нас на материке. Я хочу его перевести поближе к себе. Она же жила в Ноттингеме, как вы знаете, а не на острове Уайт. Вот. Ну и оказалось, что она нашла дом престарелых, как я поняла, с более дешевой помесячной оплатой, потому что она постоянно только и говорила, что неизвестно, сколько проживет еще он, ее папа, неизвестно, сколько он проживет, и так дорого платить, что практически все его деньги уйдут на его содержание. И что там тогда останется нам по завещанию. Ну, в общем, пусть это все останется на ее совести, то, что она там наговорила и натворила. Я вот только помню и знаю, что когда его она смогла перевезти, с большими трудами, конечно, перевозили лежачего больного, там заказывали специальную группу врачей, санитаров, чтобы его перевезти, но она его на матерей перевезла. Я уже туда, конечно, к нему ездить не могла, но я знала номер телефона, и я старалась как можно чаще тоже звонить и с ним разговаривать. И вот вы знаете, помню тогда, что когда я начинала с ним говорить, как тебе там, как твои дела, как твое здоровье, он мне только и твердил, Галина, здесь мне очень плохо, забери меня обратно на остров, я хочу домой, забери меня домой. Вот, ну, я пыталась объяснить, что домой-то я уже не могу его забрать, но тогда он мне говорит, забери меня отсюда, здесь очень плохой уход, здесь очень плохо ко мне относятся. Ну, в общем, он просил меня постоянно его оттуда забрать. Я звонила Джудит, я ей говорила, она это абсолютно не реагировала на это, игнорировала мои слова. Ну, и потом я связалась даже с нашим семейным адвокатом, с его семейным адвокатом, уже с которым общалась Джудит. Я все это передала адвокату, сказала, что он постоянно просится обратно на остров Вайт, что там ему не нравится в том доме престарелых. Ну, уже я эту ситуацию не смогла изменить. Всем заправляла Джудит уже на тот момент. И муж так и остался в том доме престарелых. И спустя 4 месяца содержания там «Он и умер». Когда-нибудь в отдельном видео я вам расскажу о похоронах моего мужа. Я об этом вам тоже не рассказывала. Если интересно, то пишите, расскажу как-нибудь в следующий раз. Вот такой сегодня у меня для вас грустный, наверное, получился рассказ, друзья. Вы знаете, я уже говорила, что я предпочитаю свадьбы всем этим похоронам. Но уж если спрашивают у меня мои зрители, то я на этом опять и остановилась. Ну, а сейчас, друзья, я с вами прощаюсь уже. Всего вам доброго. Берегите себя. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok